И находясь здесь, можно контролировать все 9 блоков Системы отопления Тут сразу видно, что входит в теплицу В какие температурные режимы Добрый день, дорогие друзья Меня зовут Александр И сегодня я хотел еще рассказать про одну из построек, которые мы сделали Это теплица на 5000 квадратных метров И она сделана так, что в ней очень удобно и функционально выращивать самые различные культуры Это не просто один блок, в котором все культуры под одной крышей Здесь 9 индивидуальных блоков Как это сделано, мы сейчас расскажем Итак, эта теплица рассчитана на работу не только в зимний период Но и в весенний, осенний, и в том числе и в летний В чем нюанс? Здесь у нас очень хорошо сделано проветривание У нас есть фронтальное проветривание внизу У нас вот нижняя часть торцов открывается И воздух у нас заходит с боков У нас есть боковое проветривание, которое идет по всему периметру, со всех сторон И у нас есть верхнее проветривание в теплице То есть в теплице, как только у нас наступит тепло, она не будет перегреваться Потому что мы можем открывать все системы проветривания И таким образом постоянное движение воздуха создаст хорошее проветривание Хорошую вентиляцию Ну, естественно, хорошую подачу воздуха Вот, но что здесь довольно-таки интересно Это то, что как сделана тамбурная группа Сейчас мы зайдем в теплицу И я думаю, вам будет интересно увидеть Здесь в одном блоке есть еще 9 индивидуальных блоков И каждый блок может индивидуально работать То есть нам не обязательно всю теплицу, к примеру, запускать Нам достаточно запустить даже 1, 2, 3, 4 блока И это все будет работать Итак, вот мы заходим И огромное пространство, огромная площадка Которая является общим тамбуром Система отопления Система обогрева грунта Система тепловентиляторов То есть есть все системы, которые уже готовы Сейчас теплица пока стоит на режиме запуска То есть через неделю она запустится Но в целом здесь уже все готово для того, чтобы она запустилась Ладно, пошли в следующий блок Во-первых, огромное пространство И это тамбурная группа В которой можно складывать различную готовую продукцию Здесь стоят емкости, да, то есть для полива То есть вот И находясь здесь, можно контролировать все 9 блоков Просто-напросто обходом Что здесь удобно, здесь можно сделать И помещение, комнаты для персонала То есть непосредственно здесь персонал может находиться Находясь в теплицах, он может это все контролировать Вот Поэтому здесь есть следующая система Система отопления, да То есть тут сразу видно, что входит в теплицу Какие температурные режимы, что у нас это Это у нас пульт управления верхним проветриванием Электрический щиток Ну, это, естественно, щиток по управлению отоплением Отдельно стоит узел перпитационного в процессе сбора Но в целом, вот в теплице мы зашли и мы попадаем в тамбур Где можно все расположить, все оборудование Система туман Вентиляция, тепловентиляторы Радиаторы по периметру То есть все готово для того, чтобы тепличка заработала Тут будет это все засыпаться Но вот у нас гребеночка не закрытая И вот Обогрев грунта То есть на каждой у нас гряду идет 4 ветки А, чтобы теплица Нормально работала Перед запуском Даже несмотря на то, что она еще не запущена У нас обязательно должны работать обогрев ринг А вот непосредственно рингвы На подаче 80 Уходит 70 градусов То есть рингвы постоянно греют В итоге снег, который сходит, он растаивает Создание тамбурной группы Значительно улучшает эргономичность и эффективность системы Сюда мы вынесли всю систему оборудования Все, то есть, что надо То есть оно все находится на виду Оно все контролируемое Все сразу видно Причем здесь пространства хватает Если взять на каждую тепличку Сколько мы взяли пространства Это всего Стандартный как бы тамбур 2,5 на 10 метров Это вот от каждого блока мы взяли В итоге здесь получилось пространство Хоть в футбол играть То есть Но при этом Оно очень функционально Всю продукцию здесь можно собирать Складировать сразу Чуть ли не обрабатывать Все удобно Все системы То есть находятся В одном, так сказать, помещении Сюда дополнительно Поставлена система вентиляции И здесь отдельно верхнее проветривание То есть В летний период К примеру В летний период Здесь не будет жарко Потому что Одна из проблем тамбуров Это когда В летний период Они не проветриваются Но здесь есть верхнее проветривание Вот там Видно То есть И летом мы открыли фрамуги И здесь так же само Довольно-таки прохладно Поэтому Вот такой конструктив И вот такое интересное решение Когда у нас 9 блоков Имеют одну Тамбурную группу И каждый блок Просто что Почему там К примеру Нельзя сделать 10 на 100 метров И С одной стороны тамбур 10 на 50 метров С этой длиной Удобно обслуживать Ее удобно обогревать И в ней удобно выращивать Когда большая Длинная теплица Уже Немножко сложнее становится Вот такое интересное решение Для больших теплиц Это создание Тамбурной группы В которой можно Вынести все оборудование И Которая Позволяет Все это Значительно Сделать функционально И значительно Эффективнее Пишите свои комментарии Отзывы По этому поводу То есть Как ваше мнение Вот если вы хотите Сделать теплицу Нужен ли теплице Тамбур Не нужен тамбур Нужно ли создавать Когда много теплиц Единую тамбурную группу То есть Сюда хоть Может машина Заехать спокойно Потому что Ширина этого тамбура 5 метров А длина 50 метров То есть Это огромнейшая площадь С вами был Александр Экотеплица Живите в гармонии С природой В ритме прогресса И до новых встреч Пока-пока